Привет, друзья! Я снова записываю видосик, сегодня воскресенье. Проснулись мы, блин, в 2 часа, что там, 15 минут, ну, примерно час назад. У меня даже лицо не выправилось. Практически до утра играли в Майнкрафт. Удивительно, но как есть. Я же вам рассказывал там в предыдущем влоге, нет, предпредыдущем влоге, что я поднял сервак, мы играли я, Катюшка и Тёмик, и в итоге в какой-то момент к нам пришел злобный челик, который написал, что он ненавидит Россию, и разъебал всю нашу карту. Все, что мы там настроили. Ну и про денек, что могу сказать. Все поплыло снова. Ну, некрасиво, солнышка нет. Только одно со мной. Подкаты на 50 рублей. Шкода? О, да. Хотела бы такое? Глядь, ты такая шкода, я на автомат сдувала. Мне нельзя на такой. Нельзя. Ты что, у тебя есть салфетки влажный? Сейчас посмотрю. Ну, если что, мы руки помоем здесь. Давай. Давай. Или сюда. Давай. Сколько там по времени ждать осталось? Ну, не знаю, написано готово. Единственное, у меня напиточка нет, хочу. Попей мой макс. Окей. Пока я себе пиццу с приветствием взял маленькую. Приятного аппетита. Классно поели. Один кусочек только не влез, к сожалению. И пока сидели, еще решили маме тоже сделать сюрприз и заказать ей пиццу. Только я ее предупредил, сказал, что... Открой мне заднюю дверь. Вот тут подсветка? Да, у меня подсветка. Сколько мы подаемся в машине, я ее не видела. Ну, ты просто невнимательная. Так вот, я ее предупредил, типа, мне приедет проводочек, прими. Вот, а там на самом деле будет пицца. Она очень любит такую же пиццу, как я заказал. Вот это с креветками и сладким чили. Ой, хорошо. Сейчас еще кофеечек попьем. Да, тем более, мама дома, когда... Ну, она часто говорила, что вот завязает в холодильник, вот не знает, что приготовить. Ну, вот разнообразие хочется какого-то и... Что-то вкусненькое, вот как у тебя, да. Вот хочется что-то вкусненькое, что приготовить? Стоишь и думаешь, блин, часами просто. А тут... Комплексный сюрприз. Да? Пинаколаду взял, пиццу. И маффин. А, маффин на соленую карамель. Все так. И поехали кататься. Она любит соленую карамель, поэтому надеюсь ей понравится. Я сам не пробовал. Нет, я пробовала. Мы спросим потом. Спасибо большое, я прямо тронута. Не хотела принимать пиццу, ну ты че, ма? Нет, смотрю, да-да. Смотрю коробка. Не протягивает. Я говорю, вы точно мне? А вы не заказывали? Я говорю, нет. Он в телефон. Дын-дын-дын-дын-дын. Он говорит, Андрей. Ой, я говорю, Андрей. Всех Андреев ко мне. Ну, приятного аппетита, лопай. Да, спасибо большое. Я как раз это, прям с удовольствием. Срению ты заказала или маленькую? Маленькую. Это маленькая. Маленькая, но традиционная. Мне, например, да, на весь вечер, либо на это, еще на завтра. Останьте, в холодильник положу. Да? Ой, масяки мои, масяки мои, масяки мои. Спасибо, неожиданно, но приятно. Да, мужик, ты опешил, ты и я опешила. А я мамке сказал, что типа проводочек тебе сейчас курьер привезет, а не пиццу. Я думаю, главное, чтобы она его не развернула, блин. Да, да уедет обратно. Мы прямо сейчас это обсуждали. Говорит, а его уедет обратно. С этой пиццей. Так проводочки-то не привезу? Нет. Фу на тебя. Привет, дружочки-пирожочки. Это уже понедельник, отработал. И сейчас мы с Катюшей едем в онлайн-трейд. Я надеюсь, вы соскучились по этому магазину. Давненько у нас его не было. Какая цель? Я хочу Катю купить корпус. Спросите, зачем? Дело в том, что у нее очень маленький корпус. Jonesba A4 Silver. Он прям для маленьких материнских плат, вот так усеньких. И когда Катюня сидит в лайтруме, он очень сильно начинает нагреваться, потому что не хватает воздушного пространства. И просто долбится под 72 градуса, что очень много. Если помнишь, там даже стенки нагреваются очень сильно. И я из-за этого переживаю. Потому что повышенная температура, это деградация, потекшие кондеры и много всяких проблем. Поэтому сейчас купим корпус чуть побольше, чтобы у тебя там было больше воздуха, меньше температура, меньше шума. Я понимаю, что мы очень скоро в Таиланд летим, и будто бы не с подручной, но все равно мне жалко железо. Выбери мне, пожалуйста, пластовку. В чем я пойду? Выбери. Какую по цвету ты мне рекомендуешь? Вот эту. Я в черном. Да. Ну, хотелось чуть поярче. У тебя-то, смотри, морковка. Есть у меня что-то еще хорошенькое? Может, белое? Нет? Сейчас выберу. Пока Катюшка мне выбирает толстовку, я вам хотел показать корпус, который мы купили. На всякий случай, вот коробка. Чекайте модельку. Тут у нас сейчас под мусор используется. Ну и готовый корпус выглядит примерно вот так. Мне кажется, получилось очень симпатично. Черного цвета я сейчас выключу фонарик, чтобы все рассмотрели. Две плашечки памяти по 16 гигов. Кулер я использую гипколовский, но сам вентиль заменил. Тут по кругу стоят накто, поэтому они максимально тихие. Раньше, как я и говорил, компьютер нагревался в стоке до 71 градуса. Сейчас температура упала до 40. И он не орет. Тут все целый день, когда рендерил. Вообще ничего не было. Но я еще заморачивался, настраивал кривые. По дизайну, как бы, сами смотрите. Ну, Катюшка сказала, что очень понравился. Ну и дополнительно здесь появилось две USB-шки спереди. Потому что на том корпусе они чуть-то не работали, хотя я все подсоединил. Вот, и тут, что, мышка, да, сейчас сюда камеру подрубает. Ну, в целом, примерно вот так вышло. Мне кажется, очень лаконично подходит к столу. До этого был серебряный. Ну, он тоже неплохой был, да, по дизайну. Но это еще больше подходит. На мой вкус. Тебе он больше, да, нравится, чем тот? Мне? Да. Симпатичнее стало. А что с толстовкой? Вот она белая висит, бери. Ее тогда? Да, хоть и желтенькую. Ну, она мне немного маловато. Я бы тебе его вообще отдал. Снимешь мне? Да, хорошо. Все, мы сейчас поедем кататься. Я что-то в последнее время, ребят, опять же говорил. Устаю просто как сволочь. И еще хочу заметить, что курс упал. 104 с чем-то сегодня. Катюнь, может только сохраниться? Ну, все-таки 115, это прям жесть. 104, главное, хер с ним. А может, по 60, как два года назад мы в Таиле летали? Как же было охуенно. А мы жаловали, что курс был. Да, причем, когда мы с тобой уезжали, я курс подскочил до 79, и мы такие, да вы не имеете права! А тут, блин, 104, 115. Мы такие, ну ладно, 104 неплохо, хотя бы так. Хотя бы так, да. Мы с тобой поедеть что-то берем? Нет? А надо было? Ну, ты не хочешь с собой мясо, блядь? С собой нет, я хочу его дома с ножичком, я не буду машинами ехать. Хотя там томаты, нафиг. Там и томаты, и там сыр надо разогревать. Да, ладно, нафиг. Ну, мне все равно нравится иногда. Ты вот в прошлый раз какой-то... А, бутерброды ты мне готовила в точку, это было прям клево. Ну, хочешь сейчас заедем в пятерочку, возьмем нарезку? Да нет, нет. Мне больше нравится вот когда-то домашнее что-то. Ну, с мясом перебор, правда. Там томаты потекут, нафиг. Суп мы доели, а мясо... У нас только мясо, я больше ничего не готовила. Ну, да ничего. Ни бутиков нет, ни хлеба, ни кобысы вообще ничего. Ну, что, с куда-то заедем, да, сожрем. Как обычно, куда? Чай хану! Во вкусных ядовочках. Чай хану! Мы каждый день кушаем чай хане! Ну, точно. Что ты мне отдал? Ты ее одеваешь, я весь складываю. Не, я просто, чтобы ты поддержала. Я сейчас в компу пойду рабочим. Я убираюсь тут. Что ты мне в руки научил? Коврик наготове, который я показывал несколько дней назад. Стиков тут накупил. Кофеечек. Компьютер сложил виндовый с мышкой. Все, я практически готов. Осталось полторы недели. Капец, у меня за эти полторы недели мне венецки, альбомы. Еще две съемки в Индига будет. Капец. Да. Еще всякие свои личные. И обработать. Что обработать? То, что нащелкаешь. У меня вчера была съемка, и я сегодня ее обработала. Я никогда так быстро не отдавала. Но ты качу. Молодец. Мы с тобой сегодня красные шапочки оба. А ее видно красные? Да, конечно, видно. Сели в тачку. Вчера мы никуда не выезжали, потому что я компьютером занимался. Не, мы в Майнкрафт играли. Позавчера я собирал комп. И все замерзло. О, Малуха, придется минут пять подождать, сейчас оттает и поедем с тобой. Да. Я что-то думал, что на улице теплее. Я сейчас думаю, если бы мне в мои там 11-12 лет, когда играла Майнкрафт, сказали, что ты потом с мужем поиграешь в эту игру, я бы не поверила. Реально, мне казалось, это детская игра. А казалось, нет, и взрослые дети играют. Потому что там реально можно строить дома, деревни. Да, мне больше нравится то, что мы что-то вдвоем бегаем, мы созваниваемся через телегу и угораем. Хотя я вчера немножко подобиделся. Ты на меня разозлился даже. В шахте просто не помогла мне, и меня убили. Так меня тоже убили сразу же за тобой, через три секунды. Это такой отстой. Мы столько набрали материалов там. Ресурс. Полчаса, считай, там, ковырялся я с киркой и в итоге просрал. Андрей нашел какие-то кристаллики фиолетовые, которых раньше не было. Это, по ходу, какое-то обновление. Они еще издают всякие звуки прикольные. Меня, если что, не спрашивайте. У меня игра Minecraft, это я просто... Катюнь, что мне найти? Катюнь, что мне найти? Я бегаю просто... Ну, короче, мы нашли какие-то кристаллики прикольные. Я-то хотела их донести до нашего дома, до верстака, чтобы посмотреть, что из них надо сделать. Ну, ты админ, можешь себе нагенерировать. Не буду, но найти. Так неинтересно, да? Ну, короче, мы это все благополучно растеряли. Проебали. Скажу, как есть. О, немножко лабашно. Начала оттаивать. И Андрей обиделся, что я ему не помогла. Я не могла никак помочь. Я бы находилась рядом, и меня тоже убили. Я тебе говорю, какая команда на телепортацию? Вот. Ой, ой, все подряд, но только не команда. Да я не успела. Я убегала от этих всех криперов. Ну, потому что ты женщина. У тебя вот эмоции. Взрослый дядя играет на экран. Ну, не, на самом деле, игрушка такая. Я думаю, мы еще сколько-то раз поиграем, потом надоед. Ну, конечно, да. У меня только, вот честно могу сказать, я хочу, чтобы мы с тобой создали какую-нибудь башню высокую, и все, после этого я даже играть не хочу. Стеклянную, красивую, все. В чем смысл? Я думала, ты механизм хочешь. Ну, так какие механизмы, я ничего не умею. Я же только что рассказываю, я только тяпкой могу деревья рубить, ландшафт где-то поменять. Я же ничего не умею. Есть люди, которые годами играют, у меня хватило вот в 11-12 лет где-то на 3 месяца. Я засела прям плотно, не выходила из комнаты, только там в школу, и все, меня невозможно было вытащить. У меня еду мама прям к компьютеру приносила. Три месяца, все, а потом меня отвернуло. Слушай, ну, не забывай, у нас вылет вечером. Ты это понял. И после этого я продлевать сервер не буду. Я просто к тому, что ты в свои, допустим, самолеты, вот это даже не игра, а симулятор, ты можешь играть годами, всю жизнь. Да, да. А Майнкрафт, я не знаю, некоторые люди играют годами, я не могу. Ну, что, пробуй, можно? Да, ну, хочешь сама, пожалуйста. А не по терапию? Да нет, конечно, все. О, отлично. И сзади тогда надо у тебя от себя, да? Так же, как на школе? Да, да. А, там нифига не видно. Ну, все, можно ехать. Минус один сейчас, поэтому вот это все закостенело. Такая прикольная вот эта вот штука. Ну, на Шкоде она отличается. Ну, естественно, материалы другие, все другое. Здорово, Людмила Николаевна. А вы знаете, что вы штраф поймали на 250 рублей превышения скорости? Вот как, да. Нарушаем. Нарушаем, Людмила Николаевна? Нарушаем. Ну, а где это я превысила скорость? Ну, я не смотрел. Мне только вчера, блин, практически перед сном пришло уведомление, типа, получен штраф. Я думаю, неужели я на Вольве где-то? Да нет, вроде. Вот, смотрю. А там Людмила Николаевна-то, а? Да, у нас уинь-уинь-уинь, где-то. Так как ты знаешь, что это я? Так там номер машины указан. Я на ней не езжу. Да, блин, я только это... Только выехала, можно сказать. Вот ездила в воскресенье, ездила на работу. Я вроде тихонечко ездила. Ну, вот, видимо, не тихонечко. Ну, ладно, ничего страшного, я плачусь. А на сколько километров стояло? Ну, там от 20 до 40 самые фотки еще не видел. Все, посмотрю. Да ничего, ма, ничего страшного. Оплачу. Что ж, я матери штраф не оплачу, а? Нет, в принципе, смотри, 13-я GoPro-ка нормально вечером снимает. Гораздо лучше, чем 12-я. Мы пойдем внутрь в вкусную точку, потому что у меня примерзло стекло. Ну, и мне кажется, все равно для разнообразия почему бы и не. Мы заходим в Челхану номер один. Ага, если бы. Ты уже так шутила. Я повторяю. Шутка, повторенная дважды глупость. Слышала про такое? Это сплошное броню. Так, я, значит, что я громко так разговариваю? Мне сразу... Бери себе ров. Да, холодные, горячие. Что-то так мерцает этот экран на гулб рожки. Да, оно вообще круто. Да, большой бери, колома, мама. Что-то мне прям не нравится. Приятного тебе. И тебе. Сладкий мой. Красный шампачка. И ты красный шампачок. Красный шампачок. Шапка. Красный шампачок. А где трубочка, скажи, пожалуйста? Что? Найдется? Трубочка тебе. Трубочка тебе. А, трубочка, я думал, ты курочку сказал. Что ты купишь, Миша? Припал, тебе трубочку видишь. Не злись. Прошло еще несколько дней с момента, когда я записал первый кусочек этого видео. На улице заметно похолодало. Ночами минус 8, днем минус 4-5. Такой ветер сегодня. Пипец. Гораздо холоднее, да, кажется? Все 10, блин. И что не может не радовать, то что курс подупал. Сейчас сколько на выходные объявили? 98,80. Надо будет, короче, еще долларов купить. Идем к машине. Сейчас она тепленькая, надеюсь, уже. Я почему такое значение погоде придаю? Потому что два дня вообще никуда не выползал. Я вчера, когда ездила с подружкой в ТЦ, я Андрею писала, так как я без машины сейчас, так, страховка закончилась, машина на стоянку, я поехала на автобусе на утро, и я Андрею писала, что по ощущениям минус 100. То есть настолько сильно у меня руки горели, все горело, что я не была готова к такому резкому спаду. Я еще по поводу влогов, что хотел сказать, думал, сейчас ударненько несколько штучек запулю, пока мы ну до отлета. В итоге сижу просто как сыч за компом. И я такая же. Вообще перестали куда-то выползать. Все. Я очень жду отпуска, вы даже не представляете с какой силой. Уже прям отсчитываю, понимаешь, дни и часы. Сегодня пятница. И ровно в это время, через неделю мы будем уже в шереметье сидеть. Я тоже отсчитываю дни, я очень сильно устала от последних дней. До этого у меня было все лайтовенько, спокойно, было много свободного времени. Но вот последние, не знаю, недели две, наверное, меня, конечно, напрягли. И я отсчитываю, жду, но с другой стороны я переживаю, что могу не успеть. У меня есть дела, которые я могу не успеть закончить. Но надо просто рассказать, там по фоткам очень много активностей, все успеть. Вот и никого не подвезти, ей денежек заработать. Заехали в центр, смотрите, как красиво украсили Москву. Очень много освещения. Парки очень классные. Вот тут сейчас будет слева. Ну, самый топ, мне кажется, это возле Гумы, да? Цумы. Цумы, Гумы. Блин, я все время путаю. Гумы, 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 Гумы. Вау, вау, вау. Сегодня суббота. Мы с семейством тут катаемся, пьем кофеек В целом бездельничаем Это последние выходные Перед тем, как мы улетим в Тай Катюшка пришла, кофеек принесла Приветики Да, быстрее, быстрее А что, она слетела? Крышка у тебя? Сам садишь А, понял, понял В принципе, садись Или хочешь поздоровайся с мамой, попей Здорово Очень прикольная погода на улице Навалило снега Обещают 9 сантиметров снежного покрова За эти выходные дни Ну, я надеюсь, камера все равно передает То, что снег валит прям с огромной силой Я машину сегодня чистил уже 3 раза Но все равно мне нравится такая погода Потому что до этого я немножечко ныл То, что вечная серость Я что-то не то сделал? Нет Что, не то дали? Нет, все правильно дали Просто очень странно написано Вот это, я думала, КЛ Кокосовый лат, а это капучино Куда я сахар дела Я вот сюда сахар добавила В кокосовый лат Загадка дыры, понимаешь, Тим? Сейчас будем разбираться Вот так вот Это точно обычный лат Это мой Я напутала, ребят Не ругайтесь Да никто не ругается Сейчас маме Слипнется в одно место У меня не слипнется Честно? Нет, конечно Людмила Николаевна у нас сладненькая Это любит Еще как Сколько ты сюда положила? А там сироп Семь И помимо сиропа еще я Семь ложек и сироп, Ма Нормально? Ну нормально Нормально У тебя без сахара Сейчас Давай Плюхли мне одну штучку Посмотрим, что у нас на улице-то творится Ну в принципе, как синоптики обещали Так и произошло Надо только с линейкой померить Есть тут 8 или 9 сантиметров Да, у меня кроссовки капец какие Скользкие Странно, даже ничего не почистили Но машина у нас недалеко стоит Ну что, друзья А вчера мы, в принципе, так потусовались Немножко фику попили, поболтали Потом приехали домой Тема, я и Катя Сидели, смотрели какие-то мультики Немножко что-то в компе посидели, потупили Вот и поели вкусняшки Там Тема набрал в магазине Кучу чипсов Какой-то колбасы Ну вот Такой спокойный семейный вечер был А на следующей неделе, в эти выходные Мы уже будем в Тае Я думаю, что этот лох в целом будет Такой заключительный Перед тайскими нашими приключениями Поэтому Я думаю, вот, дозапишу что-то И уже следующий видос увидите Из этого яркого, прекрасного места Тема, будешь скучать-то без нас? Да Мы на 3 или 4 месяца целых Представляешь? Много Много? Будешь смотреть видос свой? Да Помощник Да, Тем? Катюнь Катюнь Понимаешь, мы с тобой обсуждали, что дети Это очень классно Нужно попросить мусор выкинуть Сбегать в магаз Вчера с тележкой нам Тёма полагал Очень классно Тема, хочешь машину мне почистить? Все Целиком Ты все про блестя Ничуйся, ты предприниматель Отходи, Катюнь В машину едет В целом за ночь Ну нормально так завалило А у тебя одна щетка, да? Да Сейчас дам У меня-то штуки 3 валяются В машине Ну понятно Кто я? Кто ты? Тем Ты поаккуратней Отойди Бабушка чистая Так, ты в сандаликах своих стоишь А в стороне где-то В сандаликах Тем, уронить тебя в снег? Давай Правда? Аккуратно, у него тут чипсы все помнят Пускай снимай Давай мне рюкзак И тогда роните Я думал, ты их купил и нам оставишь Все обратно забрала? Я очки давай снимай, раз с угроб пойдешь На, держи Пойдем тогда туда Нет Ааа Молодец Ну ладно, разочек упал Ничего страшного А Катюньки тоже каждый год стабильно роняют Держи Спасибо Теперь твоя очередь? Нет, шутки в белые Не хочу Плюс я варежки не взяла Я помогла бы машину почистить Ну, как Ты же знаешь, да Мы к бабушке в пятницу В пятницу же вечером мы выезжаем Приезжай, проводишь нас Окей Ну, не до аэропорта, конечно Так, из дома Мы на такси поедем У нас в 21.40, по-моему, выйдет Или в 21.45 Точно не помню Ну вот По выходным теперь все Надо будет ждать, пока мы не вернемся А вернемся мы весной Может, в апреле даже Вот так вот Так что скучай Я тебе дам почтовый адрес Ты мне письма пишешь Ладно, Тёма? Хорошо? Письма? Письма Зато ты сможешь играть без нас в Майнкрафт Ты можешь там расстроить Огромный город Мы приедем Ну, не Я сервер на один месяц купил А, ты его уберешь? Он рано или поздно умрет Я не буду за него тебе платить Ну, какой прикол Что тебе одному интересно? Мне кажется, нет А в целом, когда построили Уже нет такого, знаешь Прям ражи какого-то, да? Да Ну, либо что-то новое строить Не знаю Какашка Чуть бубер не попал Миша, все, руки вернитесь Так, ладно, я сейчас Людмилу Николаевну Камеру ты у меня заберешь? Да, заберешь Людмилу Николаевну, давай, я сам подожди Давай, я быренький Вот такой выходной Вон, иди Тему снимай И я понимаю Пойдем гулять с тобой Все равно еще долго чистили Я не знаю, с чем я это снимаю Он просто отдал на камеру А выключать не говорил Тем, давай ты чем-то расскажешь? Я не включаю Давай про школу что-нибудь Он сегодня говорил, как ему не охота в школу Как он хочет остаться, да? Угу Понимаю, понимаю Тут вот что-то эвакуирует В машинку Можно громко пришлять сюда Вот такие дела Опять уже замерзла Что я замерзла? Да там это А, то, что они там дозрят? Понятно Не верятся Осталось сегодня воскресенье Осталось несколько дней В пятницу уже улетаем К сожалению, мы в субботу прилетим на пакет поздно вечером Вряд ли мы байк сможем арендовать Поэтому 7-11 За вкусняшками И сразу В отель спать А на следующий день В воскресенье В следующий уже, да Поедем арендовать байк Покататься Покататься Блин Ну не хотела Замораживать Но придется Надо его сделать максимально таким плотным Чтоб больно было А прикинь, если у тебя в очки сейчас попадут Попробуй Сейчас Он будет прям плотный-плотный Блин, он увернется Я его сейчас 2 часа буду подготавливать Автоштаб, да? Да, только мне в голову не попадай Блин, что, рука замерзла Кстати Я знаете, что вспомнил Пока вы тут играетесь То, что собираются вот этот закон Принять о штрафах Типа, если ты прогреваешься дольше 5 минут Штраф 500 рублей Я все думаю Что же это будет Замерять, да Оттояться с секундомером Участковый со секундомером Ну, действительно Тем более Мне кажется, это вообще Какая-то глупость У нас страна Не самая теплая, так скажем Ну, вот, смотри За 5 минут Ну, тупо не очистить Это не безопасно Ну, прикиньте, я сразу поеду Все завалено Ничего не видно Прикольно? Вообще Лобовуха не оттаявшая Езжайте Вообще Это все такой бред Блин, я не успела камеру вовремя включить Скоро были Кто будет и крышу чистить Тема так сильно рвался Ты же не достанешь Ну, это кусочек маленький А посередине Как ты почистишь? Посередине-то я даже не почищу Ну, посередине я помогу Я на сколько? На 3 сантиметра выше Это сильную роль сыграет Очень сильная, да Очень красиво Замечательно Сюда, видимо, никто не хотел заползать Тут достаточно много снега Но вот полный привод решает Что-то я не захотел С первого раза открываться Ну, и что? В общем Тема Просто так сейчас обидно мужику было Короче, он уже забрал посылку На выходе идет Прям с сумками большими Затарился, купил в магазине Две бутылки вина Вот И у него, получается, рвется ручка у пакета Причем не тот, который спител ручки Магазин обычный А именно, ну, как шоппер Рвется ручка Падает это все на пол И я вижу, что там две бутылки вина торчат Головушка вот эта И я думаю, господи Вдруг разбилось Надеюсь, что не разбилось Я вижу, что они целые Думаю, как тебе повезло А он, короче, берет вот эти две бутылки Достает, чтобы вытащить из пакета Посмотреть, разбиты или нет И они у него из рук падают И разбиваются две То есть, понимаешь, они упали Не разбились И он просто, они выскользнули из рук А ну, все Там сейчас на ВБ Апокалипсисе все там вымывают Вину так воняет Акоголем Вот Заряжается Да, ведь заряжается? Ну, вроде Нет, что у меня даже не включили Слушай, а я могу сделать немножко иначе А, вот сюда, да? У меня есть зарядка, да Вот эта, которая многоватная А там есть айфон? Ты просто вставь А, нифига нету тут А, нет, есть Обычная визбышка тоже Вот это вытаскивай Да, я думаю, что это все достаточно экстренно заряется Ну, ты не успела посмотреть? Вообще, приехали какие-то товары? Ну, я в телефоне посмотрела, да, приехали Класс И название написано Давайте, друзья, в сухом остатке Я уже буду заканчивать этот влог Следующий начну снимать уже Ну, первый день нашей поездки Или даже вот как в прошлый раз Я начну с аэропорта, что называется, снимать Ну, то есть весь путь И потом уже там первый, второй день и так далее Друзья, я вам показал настоящую зиму Чему я сам очень сильно рад Потому что хотела застать снежок На это все великолепие посмотреть И потом уже тут так песочек Теплышко Все, тогда не забывайте подписываться И следить за нами Пока Пока